Давно назревало недовольство отечественных автомобильных дилеров с сотрудничеством с китайскими партнерами. Новые реалии, в которых вместо привычных европейских, японских и корейских автомобилей приходится продавать китайские машины с труднопроизносимыми названиями, особенно неприятны в сравнении с прошлыми временами. Но и китайцы недовольны аппетитами наших дилеров. Если раньше дилеры просто высказывали свое недовольство китайцами в СМИ, то теперь они обратились к Федеральной антимонопольной службе через Российскую Ассоциацию автомобильных дилеров. Они требуют проверить договоры с китайскими поставщиками на предмет недобросовестной конкуренции и монополизма. Также дилеры составили длинный список претензий к китайским производителям, которых у нас сейчас большинство. Давайте рассмотрим основные пункты этого списка и оценим, насколько они обоснованы. 1. Короткие сроки дилерских договоров Китайцы заключают соглашение на год или менее, опасаясь политических изменений. Дилеры же считают, что за такой срок невозможно окупить вложение в дилерство. Также вызывает раздражение возможность одностороннего расторжения соглашения без объяснения причин со стороны производителя. 2. Отсутствие понятных требований и стандартов За два года присутствия на российском рынке многие китайские марки не разработали корпоративные стандарты для дилеров, касающиеся размера помещений, оборудования и персонала. Китайским партнерам главное, чтобы машины продавались, но дилеров такая неопределенность раздражает. 3. Невозможность запредельного повышения цен Дилеры хотят, как и раньше, продавать доп. оборудование по своим ценам и ставить свои наценки на автомобили. Но китайцы за это штрафуют и постоянно мониторят ситуацию. Что еще не нравится дилерам в работе с китайскими поставщиками? 4. Свободное предоставление дилерских прав Китайцы могут предоставить право на продажу своих машин нескольким автосалонам на соседних улицах, создавая внутреннюю конкуренцию. Европейские марки тоже могли выдавать дилерские сертификаты нескольким компаниям в крупном регионе. Но китайцы не учитывают спрос, который нужен для открытия двух дилеров одного бренда в маленьком городе. Но если говорить простыми словами, то дилеры хотят добиться того, чтобы столбить за собой территорию. 5. Проблемы с запчастями и технической документацией. Дилеры хотят, чтобы китайские бренды обеспечивали не только поставку машин, но и полный перечень запчастей и мануалы для сервиса. Недостаток грамотного сервиса по китайским автомобилям остается острой проблемой. 6. Отсутствие компенсации по гарантийным случаям. Китайские производители неохотно признают брак гарантийными случаями и не спешат компенсировать дилерам затраты на ремонт, который может стоить от 200 до 400 тысяч рублей. 7. Отсутствие обязательств при уходе из России. Дилерские соглашения составлены таким образом, что производители не несут ответственности перед дилерами при внезапном уходе с российского рынка, что может оставить дилеров на грани выживания. 8. Навязывание ненужных машин, страховок и кредитов. Китайские бренды могут привозить в РФ машины, которые не удалось продать на родине и продавать дополнительные страховки и невыгодные кредиты. Но и дилеры сами тоже навязывают доп. опции, кредиты, страховки и браки сами тоже стараются не признавать. 9. Частые изменения вывесок и брендинга за счет дилеров. Китайские партнеры любят проводить ребрендинги, требуя от дилеров менять вывески и прочее за свой счет. 10. Односторонние санкции и штрафы. Дилерские соглашения содержат санкции и штрафы, направленные только на дилеров, без ответственности для производителей. Заключение. Отечественные дилеры, привыкшие к мягкому бизнесу с европейскими партнерами, столкнулись с гораздо более жесткими условиями сотрудничества с китайскими производителями. Китайские поставщики пользуются ситуацией, поскольку без их автомобилей рынок остается практически пустым. Как вы думаете, после жалобы дилеров в фаз что-то изменится? Или китайские бренды продолжат вести бизнес в своем стиле и заставлять дилеров делать настоящие скидки и понижать цены? Пишите в комментариях.